Всем привет! Это канал ТОП ФАКТОР. Меня зовут Сергей. Сегодня я вам расскажу о том, каково же это работать монтёром пути и бригадиром в путевом хозяйстве структуры РЖД. Сразу поясню, что мне есть что рассказать, так как я отдал этой работе около 8 лет своей жизни. Итак, начнём по порядку. Для того, чтобы устроиться монтёром пути, вы должны прийти в дистанцию пути, в которую территориально вы бы хотели устроиться. Обычно они называются ПЧ и какая-либо цифра, например, ПЧ-10, ПЧ-9 и т.д. В принципе, для трудоустройства в данную структуру не требуется никакого специального образования, только аттестат об окончании школы. 9 классов будет вполне достаточных. Не буду углубляться в документацию, так как там ничего особенного, паспорт, аттестат, страховое свидетельство и т.д. Потом, естественно, заполняется заявление на имя начальника дистанции пути с просьбой принять вас на работу. Так я в своё время и сделал. У меня не было планов надолго задержаться в данной структуре, так как меня вскоре должны были призывать в армию. И я думал, что поработаю, пока меня не призовут. Далее вам говорят окей, вас берут на работу, проводят беседу о том, что работа сложная физически и морально, и готовы ли вы к такому. Но я, естественно, сказал, что скорее всего справлюсь. Стоит отметить, что мой дед работал путейцем и в дальнейшем бригадиром, мой отец также. Ну и брат в то же время тоже уже работал. Именно он меня и позвал. У меня совершенно не было желания горбатить на этой адской работе и продолжать династию. Но об этом чуть попозже. Прохождение медкомиссии. Следующий шаг – это прохождение медицинской комиссии, которой в РЖД отдельные отношения. У РЖД практически везде свои собственные поликлиники со своим персоналом и лабораториями. Своя, но одна на всю дистанцию. А это может быть протяженностью в 200-300 километров. Хорошо, если вы живете рядом. В другом случае вам придется добираться до нее своим ходом. Скажу сразу, что это адское место. Те, кто работал на РЖД и проходил медкомиссию, тот меня поймет. К слову, из плюсов – это то, что прохождение бесплатно. Но есть и минусы. Если у вас плохие анализы, то вас обязательно отправят платно на сдачу дополнительных. И тут я не постесняюсь предположить, что на этом поликлиника неплохо коррумпирует и зарабатывает. Но вы, скорее всего, ничего не докажете и не будете этого делать. Ну и, конечно же, вас могут и не пропустить по итогу прохождения. Многие говорят, что медкомиссия на железную дорогу как в космонавты. Начало работы и обучения. Пройдя все круги ада, простоя в очередях и бегания по кабинетам врачей медучреждениях вас принимают на работу после подписания договора. Естественно, сначала вы будете проходить стажировку. Я устраивался давно, и меня сразу выпустили на ЖД-полотно. За стажером обычно приглядывает один из опытных работников. Не буду врать, но, по-моему, стажировка длилась то ли неделю, то ли две. Вам пока что не будут доверять какую-то работу, связанную с безопасностью движения поездов. Принеси подай, иди нафиг, не мешай. Ах да, принимают вас на работу сразу по второму разряду, так как первого просто не существует. Монтер пути второго разряда считается учеником. В обязанности монтера пути второго разряда входит мало ответственной работы. В основном это работа вместе с бригадой без использования механизированных средств. В основном это лом и лопата. Ну и торцевой или гаечный ключ будешь крутить там, где скажут. Начальству обычно невыгодно, чтобы работяги ходили со вторым разрядом и вас как можно быстрее отправляют на учебу. Этот разряд ученический и более двух месяцев с ним вас не имеют права держать. Обычно обучение происходит в учебных центрах, которые специально созданы для подготовки кадров РЖД. На разряд обычно учат один месяц, из которых 2-3 недели теория вместе с экзаменами и одна неделя практика. К слову сказать, что меня отправили учиться уже через две недели. Просто повезло. После получения разряда вы получаете свидетельство об окончании учебного заведения. Обучение мы отнесем к плюсу, так как бесплатно и оплачивается как средняя зарплата. И после повышения ваш оклад увеличивается. Раз мы коснулись темы зарплаты, то давайте вкратце расскажу. Заработная плата. Вся зарплата у монтеров и бригадиров пути держится на премировании. Например, оклад монтера пути третьего разряда 12 тысяч рублей плюс премия. Точную зарплату сейчас я сказать не могу. Так что данная сумма показана для примера. Премия начисляется не индивидуально каждому работнику, а зависит она от результатов работы всей бригады и околотка. Поясню, что такое околоток. Это участок пути, вверенный дорожному мастеру. Его длина обычно составляет 15-25 километров. У нас было 15 километров. Околоток делится на три бригады. К слову, раньше было в разы больше. Так вот, для того, чтобы получить хорошую премию, каждая бригада и околоток в целом должны пропустить хорошо и на отлично вагон-путиизмеритель. Вкратце, вагон-путиизмеритель подвижная единица, вагон или автоматриса, предназначенная для сплошного скоростного контроля состояния рельсовой колеи под динамической нагрузкой. Измеряется шаблон ширина колеи и уровень возвышения одного рельса над другим, а также контролируются рихтовки, стрелы изгиба каждой рельсовой нити и просадки. В общем, не буду углубляться в эти термины. Чтобы получить премию в размере до 80-90% нужно очень постараться. Это было бы реально, если бы не ряд факторов, о которых мы поговорим позже. Короче говоря, имея около 12 тысяч рублей, вы получаете премию в 50%, то вы получите 18 тысяч рублей. Плюс могут быть надбавки в виде зональных доплат, если ваша станция находится в зоне большого города, то обычно зарплата выше, так как в большом городе за меньшие деньги никто работать идти не хочет. Если вы работаете в путевом хозяйстве, то напишите в комментариях, какая у вас зарплата. Конечно, иногда зарплата может получиться достаточно хорошая, но в работу путейцев очень часто вмешиваются погодные условия. Если сезон, лето, осень, дождливые, то на плохом участке, на котором перепросрочен капитальный ремонт, вам хорошей премии не видать, потому что железнодорожный путь в прямом смысле слова плавает в грязи и утопает в так называемых выплесках. Может быть вы ощущали, когда едете в поезде дикую тряску и провалы. Так вот, это все они, просадки и перекосы. Про весну на Урале я вообще молчу. Так называемый выход из весны – это настоящий ад. Грязь и впоследствии полный провал в бальной системе после проверок пути измерителей. Как вы сами уже поняли, зарплата неплохая только зимой, когда путь замерзал. И то в том случае, если успеете подготовить осенью до полного замерзания. Если найду какую-нибудь таблицу зарплат, то вставлю тут или оставлю ссылку в описании. По зарплате, думаю, хватит. Разрядность. Не уходя далеко, коснемся системы разрядности. Как я уже говорил, первого разряда у монтеров пути не существует. Начинается все со второго ученического разряда. Про него я уже вкратце рассказал. Третий разряд имеет право совершать путевые обходы и вообще самый распространенный в численности разряд. Он выгоден для руководства и не требует больших материальных затрат. Четвертый разряд так называемый умный монтер пути. Обычно такой разряд имеет высококвалифицированные монтеры, мотористы и просто опытные работники, прошедшие соответствующее обучение. Пятый разряд уже считается старшим рабочим с функциями бригадира. Имеет право замечать бригадиры по приказу начальства. Шестой разряд это уже бригадир на перегоне, то есть на участке за пределами станции на двух или однопутном участке пути. Бывают случаи, когда по шестому разряду работает монтер. К слову, именно бригадиром на станции по седьмому разряду и я работал последние два года перед добровольным увольнением. Если хотите, чтобы я рассказал про работу бригадира в целом, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Когда ролик наберет 500 лайков, я сниму про это отдельное видео. Существует такая система примирования, как преданность компании. Она выплачивается по достижении определенного стажа работы. Например, за три года выплачивается два оклада сотруднику. За пять лет непрерывной работы три ставки. За 10 лет четыре. За 15 лет пять окладов. То есть помимо своей зарплаты вы получите плюсом еще такое-то количество окладов. Далее выплата производится через каждые пять лет. Это хитрая штука, которая реально удерживает людей от увольнения. У меня было много примеров, когда люди говорили, подожду вознаграждение за преданность компании, а потом уволюсь. А ждать, например, нужно три года. Смешно, конечно, но так и было. Но это не мудрено, ведь практически каждый сотрудник находится в кредитной кабале у банка ВТБ-24 или у какого-нибудь другого в редких случаях. Но все же я отнесу эту систему вознаграждения к плюсам. Работа профсоюзной организации. Из плюсов профсоюза – это единоразовый билет по России туда и обратно на поезде дальнего следования, который можно использовать раз в год. Ну и путевка в детский не самый лучший лагерь ребенку, если повезет, конечно, и его не распределят по ближайшему окружению или начальству. На этом плюсы заканчиваются. То, что выделяется на праздники, такие как 23 февраля, день железнодорожника и Новый год, но также 8 марта – смеху подобно. Схема там ясная и понятная. При каждом получении очередного полотенца или пледа или кружки какой-нибудь вы расписываетесь не за подарок, а за сумму, которая явно превышает сумму подарка, который был приобретен явно не по розничной, а по оптовой цене. Тем самым в момент праздников они неплохо отмывают деньги. Что касается защиты прав работников, то этим никто не занимается. Охрана труда. Что касается охраны труда, в плане теоретической части с вас готовы три шкуры содрать на экзаменах. Это в принципе и неплохо, потому что обучение очень важно на такой опасной работе. А на деле есть ряд претензий. Например, рукавицы, которых порой и на день-то не хватает, а выдаются две пары на целый месяц. Вы представляете, крема защитная от солнца для рук, для ног куда-то уходят налево. Из плюсов, которые все-таки есть, это основная спецодежда – и зимняя, и летняя. К зимней вообще нет претензий. Очень классный комплект, который появился только лет пять назад взамен синтепоновых и ватных бушлатов. А вот почему так и не придумали летнюю куртку? Непонятно, даже у машинистов она есть, хотя им она менее нужна. Но в целом одежду выдают. И да, с обувью тоже все в порядке. Ботинки или сапоги летом и сапоги зимой. Негосударственный пенсионный фонд благосостояние или просто НПФ благосостояние? Не знаю, как вы относитесь к пенсионным негосударственным фондам. Тема ролика не про это, поэтому не будем углубляться. Но почему-то вступать в этот фонд заставляют. И если ты против или пытаешься выйти из фонда, то тебе посылают намеки в виде угроз. Спросите любого знакомого, кто работает на железной дороге. Они вам подтвердят это. Работа сверхплана и переработки. Никто ни за какие переработки вам доплачивать не будет. Все работы сверхплана отдаются дополнительными выходными днями, ну или в простонародне отгулами, которые ты должен выпрашивать, умаляя чуть ли не на коленках. Но это зависит от дорожного мастера колодка, конечно. А происходит это из-за недостатка кадров. Отсюда вытекает следующее. Недостаток рабочих мест. Сокращение штата. После того, как развалили Министерство путей сообщения и образовали ОАО РЖД, которая состоит из бандитов, взяточников и воров, РЖД стала потихонечку разграбливаться. А как вы понимаете, аппетит приходит во время еды. Если взять на примере станции, на которой работал я, штата колодка при МПС составлял около 45 человек. Но уже при ОАО РЖД штата колодка постепенно сократился до 16 человек. Только вдумайтесь. Это они назвали оптимизацией расходов. За все существование ОАО РЖД было сокращено порядка 400 тысяч человек, а грузоперевозки растут. Думаю, что все-таки оптимизация доходов в кошельках руководства очень заметно выросла. Тут без комментариев. Перепросроченный тоннаж. Невыплата переработок. Нехватка материалов. Сокращение кадров. Сговор самой структуры с профсоюзом и НПФ. Это все цветочки. Это еще не вся схема заработка верхушки. У нас были неоднократные случаи, когда участок пути признавался аварийным с ограничением скорости 60, а то и 40 км в час. Но его каким-то волшебным образом проводили по бумагам, как будто на нем проведен средний ремонт. И скорость на нем в таком случае снималась до установленной. Представляете, как летит поезд по аварийному участку пути со скоростью 100-120 км в час. Это ли неприступное деяние? Но такой способ отмывать денег очень выгоден и приносит сотни миллионов рублей. Хамское и унизительное отношение высшего начальства к работникам. Отношение вертикали власти к простым монтерам, а также к руководителям среднего звена, к которым относятся бригадиры и мастера, абсолютно хамское и наплевательское. Им абсолютно параллельно, какие у вас проблемы в бригаде. Хватает ли вам инструмента, материалов или проблемы с кадрами? Возьми и сделай. Какого-то огромного отличия от стройбата нет. Путеется он как солдат. Должен проявить смекалку. Найди, чего не хватает и сделай. Отсюда можно плавно перейти к комиссиям региональным и начальника дороги. Каждую весну и осень проходит плановый объезд начальника дороги по околоткам. Обычно весной это апрель-май. Все зависит от расписания, которое будет составлено. Осенью это примерно октябрь-ноябрь. Осматриваются как верхнее строение пути, так и искусственные сооружения, инструменталки, гаражи и так далее. Подготовка к такой комиссии это просто трэш. Иначе назвать это мракобесие нельзя. Так как я уже говорил ранее, что поставок материалов нет и все разворовано, а техническое состояние по нормативам довести до совершенства практически не представляется возможным, то как-то довелось делать упор на эстетическое состояние. Мы мыли стрелочные переводы соляркой, красили все что можно. Изолированные стыки, тяги на стрелочных переводах, белили и также красили маячные шпалы, пикетные километровые столбы, тепляки. Но самое абсурдное это прополка. Монтеры пути косят и полют траву на ЖД-полотне и за его пределами, на обочинах и за 50 метров от крайнего рельса тоже. На тему прохождения комиссии и как приходится отдуваться бригадирам и мастерам я могу рассказать в отдельном видео. Вредное производство. Несложно догадаться, что такая работа достаточно вредная. К вредным факторам можно отнести. Шум. Если вы долго задержитесь на такой работе, то слух неизбежно будет терять свою остроту. Все потому, что постоянный грохот поездов, работа электростанции при выправке пути вынуждает общаться между собой очень громко. Вибрации. При выправке пути используется такой инструмент, как электрошпалоподбойка или просто ЭШП. За счет вибраций вы забиваете под шпалу щебеночный или эсбестовый балласт посредством вибраций. Большое время работы таким инструментом приводит к проблемам со здоровьем. Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны. Воздействие неионизирующих электромагнитных полей и излучений. Физические перегрузки при перемещении тяжести вручную. Химия и радиация, которую перевозят по движным составам и которая очень часто может быть негерметична. Вы этого можете не почувствовать. Молоко за вредность не дают в РЖД. Кстати, пока не забыл. К окладу и премии существует какая-то мизерная надбавка. Не буду врать, но это где-то в районе 500 рублей. Видимо на молоко. Что стоит только то, что когда я работал бригадиром, я наматывал по 20-30 километров. И это по щебню и холод и в зной. Ты как солдат, который должен стойко переносить все тяготы службы. Помимо вредных факторов, также существуют опасные факторы, которые могут нанести телесный и физический вред здоровью. К ним относится повышенное значение напряжения электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело работника. Движущиеся строительные монтажные машины, механизмы, оборудование и их элементы. Движущийся железнодорожный подвижной состав и другие транспортные средства. Очень много вредности, поэтому сто раз подумайте, прежде чем идти работать в данную структуру. Если вы доживете до пенсии, то у вас будет букет болезней. Это неизбежно. Мой дед доработал до пенсии, но прожил на ней совсем немного. Большая ответственность. Многим не вдомек, что верхнее строение пути регулируется миллиметрами. Отступление ширины колеи на пару миллиметров может привести к катастрофическим последствиям, авариям и сходу подвижного состава. И платить за это придется пожизненной выплатой за материальный ущерб, а зачастую и реальными тюремными сроками. И это не шутка. Случаев очень много. Стрелочные переводы – это вообще отдельная тема. Там очень много измерений, цифр и формул, которые нужно помнить наизусть и содержать веренное вам хозяйство в допусках и нормативах. Отсутствие карьерного роста как такового. Максимум, чего вы можете добиться в данной структуре без высшего образования – это дорасти до бригадира. Бригадира – это как сержант в армии. У вас есть бригада из 5-8 человек. И за все косяки и недоработки наказывают вас. Причем морально и в основном материально. Лишают премий на 50, а то и на 100%. И в итоге ваш рамк приносит вам денег меньше, чем монтеру пути 4-го разряда. Не всегда, но довольно-таки часто. В общем, ваша зарплата целиком полностью зависит от ваших подопечных, которые тоже люди, а не роботы, как думает руководство. Вы, конечно, можете пойти учиться заочно за свой счет на высшее образование, но потратите на это много денег и кучу времени, которого у вас, скорее всего, не будет. В путевом хозяйстве срок обучения на заочном отделении составляет 6 лет. Бывают редкие случаи, когда выделяют место на обучение за счет дистанции пути. Они оплачивают за тебя учебу, после окончания которой ты находишься у них в 5 лет минимум. На такой срок ты обязан подписать контракт. Если уволишься, не отработав контракт, то жди судебный иск с требованиями выплатить потраченные за тебя деньги. Итог. Если вам наплевать на свою жизнь и не имеете образования, если не можете придумать, как заработать денег, ну или в том населенном пункте, где вы работаете, нет других вариантов, и ваше здоровье как у буйвола, и вы выносливы, если вы готовы терпеть хамское отношение со стороны руководства, если же вам просто нравится играть в паровозики и вам просто хочется попробовать себя в этой профессии, то вам туда дорога. Поверьте, больше чем вы хотите, заработать вам не дадут. А ваше здоровье и личная жизнь никому не интересно. Несмотря на большое количество минусов, есть и плюсы. Это стабильная, хоть и не очень большая заработная плата. Я знаю много людей, которые любят эту работу, и тех, кто заработали на ней до самой пенсии. А на этом мы будем заканчивать. Если вам понравился данный ролик, и вам есть что сказать, то ставьте лайк к этому видео и пишите свои мысли в комментариях. Я буду очень рад пообщаться и поностальгировать. Как-никак это жизненный опыт. И да, послушайте новую песню, которую я написал во время создания этого ролика. Написал я музыку, а стихи использовал неизвестного автора. Делитесь данным роликом с друзьями, кому интересна тема РЖД. Всем пока и до новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова Подушкой красной втахтывая снег Дышая дым, дыханием с дымом сигаретным В грязном жилете против человека